Сегодня я поделюсь с вами семью шагами от зрительного контакта до получения ее номера телефона за 5 минут. Готовы? Поехали! Первый шаг – создайте надежный зрительный контакт. Второй шаг – улыбайтесь при общении. Все это происходит в первые 5-15 секунд. Давайте поговорим о силе зрительного контакта. Миллионы лет человеческой эволюции до появления языка мы использовали глаза, чтобы посылать сигналы «Хэй, я хотел бы узнать тебя получше, подойди ко мне». Серьезно, зрительный контакт между людьми настолько могущественная вещь, что о нем написаны рассказы и стихи. Из-за него начинались войны, а в некоторых культурах его даже запрещают. Вернемся в наше время и зададимся вопросом, что характеризует хороший зрительный контакт. Зрительный контакт сигнализирует о заинтересованности. В западной культуре на это уходит 2-3 секунды. Заметьте, я сказал в западной культуре. В некоторых частях мира этот показатель меньше, а в других больше. Итак, 2-3 секунды. Кажется, довольно просто, но у большинства парней проблемы с этим. Ведь устанавливая зрительный контакт с девушкой, они смотрят вниз или в сторону. Так было и со мной. Я рос очень стеснительным. Мне было очень сложно устанавливать зрительный контакт. И единственный способ это преодолеть практиковаться. Не просто пойти в бар и пытаться поймать взгляд девушки. Как насчет того, чтобы пойти в торговый центр и устанавливать зрительный контакт с каждой? Отработав это, вам станет очень легко установить его с девушкой в баре. Зрительный контакт есть? Поговорим об улыбке. Не перебарщивайте, не показывайте ей улыбку Джокера. Друзья, улыбка должна быть естественной. Люди смогут ее отличить. При естественной улыбке улыбаются и ваши глаза. Ваша улыбка становится шире, а глаза хуже. Она не должна быть затянутой. Речь идет о целой или половине секунды. Если она смотрела на вас, произойдут чудеса. Она улыбнется в ответ. Но это не магия, это естественный человеческий ответ. Видя улыбающегося человека, мы хотим улыбнуться в ответ. Следующий шаг, разверните свое тело в ее направлении и используйте открытый язык тела. Опять же, прошло 15-30 секунд взаимодействия. Но уже вам нужно четко показать, что вы заинтересованы. Вы не можете крикнуть через весь бар. Хотя, конечно, можете, но не стоит этого делать. Повернувшись, вы посылаете сигнал, что не опасны, заинтересованы и идете к ней. Не прислоняйтесь к стене и не смотрите на нее таким образом. У вас скрещены руки и вы стоите вообще в другом направлении. Позвольте мне привести в пример исследование 2004 года. Оно показало, что сигналы, которые мы посылаем, намного важнее того, как мы одеты. Я не говорю одеваться, как неряха. Нет, стиль важен, но уделяйте внимание языку тела. Практикуйтесь, посылайте правильные сигналы. Вам нужно посылать сигналы высокого статуса. Вы делаете это, раскрываясь, занимая немного больше пространства при взаимодействии с другими людьми, особенно мужчинами. Вы жестикулируете, похлопываете друг друга по плечу. Эти сигналы для нее означают, что вы часть группы. Следующий совет довольно короткий. Второй зрительный контакт. Ведь как только вы удержали зрительный контакт в 2 секунды, считайте 3, 2, 1 и вставайте. Ведь настало время подходить. Следующий совет. Подходите к ней. Поздравляю, большинство парней не заходят так далеко. И вы должны спросить себя, что самое худшее может произойти. В худшем случае она просто не заинтересована вами. Она выходит замуж, у нее есть парень. У нее есть причины не разговаривать с вами. Ладно, вы можете принять это. Но с другой стороны, если вы не подойдете к ней, вы останетесь с мыслями, мужик, что если она та самая? В общем, не перегружайте себя. Подойдите к ней, улыбнитесь, представьте себя. Это просто. Далее, время общения. Что сказать? Есть несколько идей. Сделайте комплимент о чем-то, кроме внешнего вида. Когда вы делаете такой комплимент, вы получаете расположение человека. До тех пор, пока она не начнет защищаться. Она поймет, что в этом окружении, где каждый охотится друг на друга, для нее они ничего не будут значить. Но вы можете обойти это, похвалив за что-то другое. Найдите что-то уникальное, что говорит о ее характере, и сделайте комплимент. Как найти общие интересы? Вы думаете, что вы о ней можете знать? Допустим, вы в спортбаре смотрите футбольный матч. Все смотрят его, и вдруг вы понимаете, что вот он, общий интерес. Спросите ее честное мнение. Или вы, может быть, на свадьбе, вы не знаете ее, спросите, что она на самом деле думает об этой свадьбе. Знаешь, свадьба немного необычная, в стиле «Звездных войн». Что ты об этом думаешь? В любом случае, вы спрашиваете ее честное мнение, и она вам расскажет. И не бойтесь немного подурачиться. Вы в продуктовом магазине. Вы установили зрительный контакт. Вы начинаете общаться, и задаете ей серьезный вопрос. Какие яблоки лучше? Красное наслаждение или Грэнни Смит? Решается судьба всего мира. Вам нужно поддерживать разговор. Это можно сделать с помощью открытых вопросов. Вам нужно, чтобы она разговаривала. Вам не нужны ответы «да», «нет». Вот примеры открытых вопросов. Что тебе напоминает эта песня? Как долго ты живешь в этом городе? Что ты об этом думаешь? Большинство людей довольно вежливы, и вы должны понимать, хочет ли она с вами общаться или хочет уйти. Как понять, что вы ей понравились? Первое. Как плавно и быстро она разговаривает. Это было обнаружено при исследовании быстрых свиданий. Они выявили, что это показатель номер один. Кроме того, она смеется над вашими шутками. Она зеркалит ваш язык тела. У нее открытый язык тела. Она поддерживает зрительный контакт и прикасается к вам. По отдельности, это могут быть просто жесты. Но если появляются комбинации признаков, это хороший знак. И к тому же, прошло уже пять минут, и пора закрывать сделку или нет. Если вы заинтересованы в ней, номер нужно брать во время разговора, в пиковой его точке. В точке, когда вы действительно разговорились, и можно говорить. Эй, я хотел бы продолжить общение. Дай мне свой номер. Вы достаете свой телефон, она вбивает цифры, подписывается прямо в ваш телефон. А если она решает не давать свой номер, ладно, двигайтесь дальше. Вы получили отличную практику. Мои поздравления. Что дальше? Посмотрите это видео. Десять способов быть привлекательнее, подтвержденные наукой. Оно довольно забавное.